Всем привет! Продолжаем играть колобота. И цель сегодняшнего видео до пройти, точнее завершить раздел 2. И у нас здесь осталось 3 упражнения, в которых мы познакомимся. Смотрите, приспособьте программу горной местности. Я так понимаю, сможем менять на ходу высоту. Есть. Дальше будем уничтожать ос летающих. И улучшим технику стрельбы по осам. Ага, значит, будем летать в горной местности, менять, наверное, высоты, гоняться за осами и улучшим нашу программу. Ну, начинаем с 5 упражнения. Так, приспособьте программу горной местности. Окей. Так, нажмите F1. Нажал. Приспособьте высоту полёта крылатого стрелка к неровностям. Давайте я это скопирую. Ага, это у нас предыдущая программа. Ну, давайте я сразу её заставим. Вот так вот. Вот так вот. Сохраним. 2, 4, 5. И нажмём F1. Так, приспособьте высоту полёта крылатого стрелка к неровностям местности. Бот всегда остаётся на высоте 10 метров над уровнем моря. Это не подходит для горной местности текущего упражнения. Бот должен приспособиться к местности. Лучший способ достичь этого заключается в том, чтобы вставить перед вейд, вот он вейд, проверку, чтобы узнать текущую высоту бота над землёй. То есть не над уровнем моря, а над землёй. Угу, так. Мы уже видели, Position Z задаёт высоту над уровнем моря. Ага, вот новая функция. Topo. Topo Position. Topo Position задаёт высоту земли в том месте, где стоит бот. Если мы хотим, чтобы бот оставался над землёй, на высоте между 6 и 9 метрами, то должны учитывать следующий случай. Если Position Z минус Topo Position меньше 6, Topo это наша Position, а это чё? Это наша высота. Так, ладно, меньше 6, то бот должен набрать высоту. Jet1. Если Position Z минус Topo Position больше 9, то, ага, это я так понимаю, а, это, наверное, над уровнем моря, а это оно высчитывает. Вообще нашу Z высоту над... А, Topo, я понял. Оно знает, получается, мы передаем Position, оно знает, где мы находимся, и оно высоту, как бы, земли показывает. И в результате мы получаем разницу, и эта разница будет показывать, сколько метров не до моря условного, а до, вот, реальной земли. Хорошо. Хорошо. И... И мы ещё вот уже будем использовать If. Я так понимаю, вот это всё добро надо вставить перед Wait'em. Просто вставьте эти строки перед Wait'em. Ну да. Угу. После... После этого вы можете удалить первые строки программы, устанавливающие начальную высоту в 10 метров. Окей. Ну, я так понимаю, вот это можно удалить. А перед Wait'em вставить вот это. Угу. Хорошо. Хорошо. Ну, давайте запустим. Запускаем. Вот он что-то... О, поднялся. Летит. Да, действительно, смотрите, высоту меняет. Стреляет, убил. Красавчик. Красавчик. Давай-давай-давай, не врежься. Да, высоту он меняет. Откроем нашу программу. Вот Wait. Wait'em полетел. Стрельнул. Turn. Wait. Эээээ... А где? А, мотор. Он повернулся и полетел. Я понял. Да, отлаживаться тут не совсем удобно. Не показывает, да, вот эти ифы, хотя по факту бот вот постоянно высоту меняет. Ну да ладно, самое главное, что научились еще и управлять, определять высоту над уровнем земли непосредственно. Отлично, миссия выполнена. Ну-ну-ну, давай, шо ж так тормозишь. Итак, уничтожьте летающих ос. Хорошо. Так, нажмите F1. Вот программа из предыдущего упражнения. Давайте ее скопируем. Итак, чтобы приспособить программу к уничтожению ос, ну давайте я создам сначала. Вот, вот, сохраним ее. 2, 5, 2, 6, нажмем F1. Итак, вы должны сделать некоторые изменения. Замените все радар Эллен, Ант на Эллен, ВАСП. Ну, понятно. ВАСП. Заменили. Пушка должна целиться прямо вперед. Прямо, вот, прямо. Понял. А не вниз. Значит, замените Эйм минус 20 на Эйм 0. Окей, значит, устанавливаем пушку прямо вперед. Установили. Дальше. Бот должен лететь на той же высоте, что и оса. Для этого вы должны сравнить высоту полета бота с заданную позицию Z. Ну да, логично, мы же должны прямо стрелять в осу, а оса летает. До этого мы муравьев упашили, которые внизу. Ой, так, короче. Для этого вы должны заменить, сравнить высоту полета бота с заданную позицию Z с высотой полета осы. Заданную позицию Z. Заданную позицию Z. Есть ли позицию Z? Так, давайте я это скопирую. Так, а тут смотрите еще. Осты летают очень быстро. Чтобы увеличить свои шансы попадания в осу, лучше повторить сразу перед фая 1, радарн и терн, чтобы провести последнее исправление. Ну, это понятно. Так, давайте вставим. Итак, для этого вы должны сравнить высоту. Есть ли позицию Z? Давайте я прямо отсюда и скопирую. Есть ли позицию Z? Вот так вот. Больше, чем item позицию Z, то медленно снизьте высоту. Вот, понял. Иначе, если позицию Z меньше, чем позицию, что-то минус 1. Ну, я понял. Здесь, я так понимаю, надо просто увеличить. Увеличить высоту. На 0,3, да? Вот, крылатый стрелок выше осы. Поэтому будет лучше, если высота полета бота будет немного меньше высоты полета осы. В этом случае мы допускаем, что высота бота может изменяться от высоты полета осы до высоты полета осы минус 1. Уааа, блин, хорошо. Так, давайте сохраним и нажмем еще раз F1. Там было улучшение, да? Или это в следующем уроке. Давайте сейчас сделаем. Чтобы увеличить свои шансы, лучше повторить сразу перед F1, radar и turn. Ну, да, походу, да. Здесь мы еще корректируем. То есть, а сам может быть далеко. Мы к ней летим, летим. Вот. Как только мы приблизились. Вот этот файл завершается, и мы стреляем. Так вот, в это время, когда мы приблизились, Саша уже может немного свое положение изменить. И это окончательное прицеливание уже точное. И стрельба. Ну, давайте запустим. А я сохранил. Куда ты? Что ты делаешь? Блин, да ну, нет, что-то мы натупили. Где тут стоп? Или нет, или он убил эту осу. А что он вначале так тупил? Он не поднялся просто почему-то на ту высоту, но... Ну, бывает. Бывает. Давай, догоняй ее, догоняй. Ай-яй-яй. А, я думал, оса атаковала. Нет. Не, в принципе, работает, смотрите. Ну, туповато, конечно. Если бы после еще не летали, то было бы вообще классно. Ну, миссия выполнена. Отлично. Итак, улучшите технику стрельбы по осам. Сейчас сделаем. Нажимаем F1. И так, вот, вот, вот. Ну, да, это предыдущая наша программа. Так, многие ошибки возникали из-за того, что оса уже улетела до того, как пуля могла в нее попасть. Так, убейте ос с еще большей эффективностью. Понятно. Единственный способ улучшить программу, это установить мощность двух моторов и реактивного двигателя таким образом, чтобы во время стрельбы бот летел по тому же курсу, что и цель. Угу. Так, я вижу тут флот уже переменный, уже не обжиг, а флот. Так. Так, тип переменной флот, это изменчивый тип. Ну, понятно. Что нам надо сделать? Сразу перед выстрелом программа настраивает последнее направление с помощью Turn, Direction, Item, Position. Да. Вот, чтобы лететь за осой во время выстрела, вы должны запомнить этот угол, точнее, запомнить угол этого последнего поворота. Если угол был положительный, бот должен продолжать разворачиваться влево. Если отрицательный, бот должен продолжать поворачиваться вправо. Так, сразу перед инструкцией Fire, вместо того, чтобы писать Turn, Direction, мы установим угол поворота. Переменную Angel. Блин, ну давайте. Так, где наш бот? Программу новую откроем. 2.6. Перед Fire, он сказал, да? Давайте я вот здесь эту, флот. Так, сразу перед инструкцией Fire. Сейчас сделаем, а потом разберемся сразу. Эй, 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 а где моя улучшенная про... А, я ее не сохранил. Ну, да и ладно. Нам, походу, это все равно не надо. Так, давайте вот это. После этого мы произведем поворот и установим мощность. Ну, хорошо. Дальше. Дальше, дальше, дальше. А потом мы должны установить мощность двигателей. Таким образом, чтобы бот следовало засунуть так же и верти. А, это на плоскости мы вправо-влево. Но нам же нужно еще по верху, да, вверх-вниз. Хорошо. Сейчас. После этого. А вот это, а вот это нам надо? Наверное, наверное, надо. Да, потому что, чтобы мы не врезались. Так, короче, что мы делаем? Когда мы... Цикл завершился, значит, осадь это перед нами. Мы берем угол. Direction. Что это за угол? Это. Это, это Direction возвращает угол. Ага, вот, есть мы. Да, и мы указываем какую-то координату. И возвращается вот этот угол. Все верно, да. Так вот, получается, если Angel меньше нуля, то у нас справа получается от оса. Если... Ну, короче, мы получаем угол. И по этому углу мы понимаем, где оса. Справа или слева. Если у нас справа или слева, то мы начинаем вращаться в ту сторону. Вот. Кроме всего прочего, мы смотрим, выше оса или ниже. Соответственно, если выше мы... Если мы выше осы, то мы опускаемся. Если мы ниже осы, то мы поднимаемся. Вот. То есть, соответственно... То есть, здесь что у нас получается? Мы по всем плоскостям пытаемся следовать за осой. Ну, давайте посмотрим. Да, смотрите. Вот он поворачивает. Стреляет. Да, ну, захвата толком нету. Но он по координате Z... Ну, ну, блин, чуть не врезался. Кстати, да. Мы же землю не сравниваем. А са могла бы резко приземлиться. И тогда наш бот разбился бы. Вот. Нормально. Смотрите. Мы и по Z меняем высоту, и... Ну, то есть, по всем плоскостям. Понятно. Понятно. Блин, а я не сохранил программу эту предыдущую. Давайте я... Надеюсь, она сохранена. Давайте заново начнем. Эй, 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 ты где, ты где, ты где? Выберем нашего бота. А, вот она есть. Есть. Да, есть. Ее можно сохранить. Два, два, семь. Сохранить. Итак. Получается, мы научились еще и следовать по всем плоскостям. Да, вычислять угол и поворачивать по нужному углу. Дальше. Кроме всего прочего, еще научились... Ну, это мы и так знали. Менять координаты по Z. Да, то есть, это мы уже комбинировали. И наша программа, конечно же, уже гораздо лучше работает. Вот. Ну, неплохо, да. С каждым новым упражнением все больше и больше возможностей мы узнаем. Итак, раздел 2 мы прошли. Ну, в следующем видео начнем... Проходить... Ого. Тут 9, наверное, по 3 надо взять. Раз, два, три. Потом раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Ну, как получится. Ну, раздел 2 прошли. И все на сегодня. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем. Вот. Ну, предлагать свои решения еще рано, так как это обучающее, да, упражнение. Ну, я думаю, когда перейдем к миссиям, то можно будет что-то попробовать. Вот. Еще раз всем спасибо за внимание. Всем пока.